Пару слов о классификации игр. Я хочу, чтобы вы осознали, какое именно место занимает покер вообще в иерархии игр, в которые играют люди. Если вы меня внимательно выслушаете и все, что я вам скажу, осознаете, то не исключаю, что уже самим этим фактом вы будете иметь преимущество над вашими будущими оппонентами. Итак, классификация игр. Игры бывают трех типов, а именно атлетические, интеллектуальные и третий тип игр, особый тип, игры азартные. Далее даю определение. Определение даю по книге, которую как раз написали мы с Сергеем Колыхматовым «Покер. Курс Техасского холдома». Атлетические игры. Суть игры, в которых конечный результат, а конечным результатом в игре является либо победа, либо поражение, достигается по преимуществу за счет атлетических качеств соревнующихся игроков. Второй тип игры – интеллектуальные игры. Суть игры, в которых конечный результат, опять-таки победа или поражение, достигаются по преимуществу за счет интеллектуальных качеств соревнующихся игроков. И третий род игр, который стоит особняком – азартные игры. Суть игры, в которых конечный результат, и это опять-таки победа или поражение, определяется случайными событиями. В таких играх в азартных никакие качества соревнующихся игроков, ни атлетические, ни интеллектуальные, никакие бы то ни было еще, не являются определяющими. Определяющими являются случайные события. Все классификации, и это надо хорошо понимать, по большей части условны. Однако они все равно необходимы для создания общей картины. Вот я сейчас вам привел ту классификацию, которую мы приняли, и сейчас мы ее немножко повнимательнее обсудим. Первонаперво, условность данных определений видна невооруженным взглядом. Лично я не знаю ни одной игры, которая, например, была бы полностью атлетической. Мышление – это обязательное условие любой игры, пусть она даже внешне выглядит, но уж совсем как атлетическая. От любимого народом футбола и до армрестлинга, от любимого мною биатлона и до перетягивания каната – везде высшие достижения определяются способностью передумать оппонента. И вообще, ведущие спортсмены в любом виде спорта, они всегда ведут спортивные дневники, в которых они тщательно описывают все особенности и тонкости своих соревновательных процессов. В этом смысле для меня, лично для меня, является особенно показательным и впечатляющим пример норвежского биатлониста Улли Айнера Бьерн Даллина. Это выдающийся биатлонист, который уже сейчас при жизни является легендой и биатлона, и вообще мирового спорта. Мало того, что при жизни он продолжает выступать на самом высшем уровне. Кстати, в этом году ему в Норвегии, в его родном городке поставили памятник. Но сейчас не об этом. Так вот, Улли Айнер Бьерн Даллин ведет дневники, в которых он описывает особенности не только своих соревновательных процессов, но и тренировочных. Вдумайтесь в это. Казалось бы, биатлонист, что там думать, что там записывать? Беги, стреляй, стреляй, беги. Однако ведет. И уже, как я повторял, как я уже говорил, сейчас при жизни является выдающимся спортсменом и легендой мирового спорта. И вообще, лично я подозреваю, что популярность игры, любой игры, определяется вот как раз этим самым балансом между атлетической и интеллектуальной составляющей, которую в игре приходится использовать. В этом смысле футбол, на мой взгляд, является золотой серединой. Там на полную катушку приходится использовать и интеллектуальную составляющую, и атлетическую. И именно поэтому футбол – самая популярная игра в мире, и именно поэтому футбол – игра миллионов. А теперь вернемся к покеру и к его месту в иерархии игр. Я сейчас открою вам очень важную тайну. Вы будете ее знать, сами вы ее знаете, но никогда и никому про нее не говорите. Покер камуфлируется под азартную игру, а на самом деле, по своей сути, является игрой интеллектуальной. Связано это с картами. Имейте в виду, что для подавляющего большинства обывателей, карты ассоциируются именно с азартными играми. В лучшем случае – с отвратительной историей Германа из Пушкинской пиковой дамы, а в худшем – с подворотнями, кабаками, бандитами и прочими атрибутами времен буйных и смутных. А с другой стороны, именно с этим камуфляжем, с тем, что покер камуфлируется под игру азартную, будучи игрой интеллектуальной, связана его высокая популярность. Людям, которые вот просто пришли и сели играть в покер, им зачастую кажется, что они сели за стол, ну, просто чтобы испытать удачу. Она может им улыбнуться, а может и нет. Собственно, как и любому другому оппоненту, который сидит вместе с ними за покерным столом. Никто в здравом уме не сядет играть на деньги, ну, скажем, в шахматы с чемпионом мира по шахматам. А вот зато в покере такое случается сплошь и рядом. Пожалуйста.